Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий. В Молдове на 60 дней введено чрезвычайное положение из-за энергокризиса. Такое решение одобрил парламент. Лидер партии «Право и справедливость» Дурлиштяно представила сегодня президенту и правительству письмо, которым настаивает на необходимости разработать и реализовать стратегию энергобезопасности. «Мы считаем, что энергобезопасность Молдовы находится под угрозой», — написала политик в Facebook. Она также приложила полный текст письма, в котором приводит несколько решений для выхода из кризиса. Организация правительства Молдовы независимого аудита диагностики всей энергосистемы Молдовы как в секторе природного газа, так и в секторе электроэнергетики и теплоснабжения. Этот аудит будет сообщать о рисках в энергетическом секторе с операционной точки зрения и эффективности деятельности вовлеченных субъектов в условиях отсутствия инвестиций за последние 20 лет, что привело к физической и моральной деградации оборудования и установок в энергосистеме. Оборудование и установки стали неэффективными. В то же время в системе накопились огромные потери энергии, порождающие высокие затраты на производство, транспортировку и распределение, что, к сожалению, отражается на платежных счетах конечных потребителей. Разработка новой концепции модернизации существующей инфраструктуры с целью увеличения существующих мощностей по производству электроэнергии и тепла на ТЭЦ в Кишиневе, Бельцах и других населенных пунктах с целью оптимизации высоких затрат на производство электроэнергии и тепла. Создание мощностей по выработке электроэнергии и тепла на основе новых передовых технологий и интеллектуального сетевого оборудования низкоуглеродных технологий. Такой тип структурирования энергосистемы сильно изменит существующие подходы к топологиям, балансировке, измерению и мониторингу системы. Все отрасли энергетики требуют крупных и долгосрочных инвестиций для реконструкции, модернизации и реконструкции энергетической инфраструктуры, а также для развития новых мощностей по выработке энергии, в том числе из возобновляемых источников. Необходимо ускорить внутренний потенциал, имеющийся для производства энергии из возобновляемых источников, а также для производства электроэнергии и тепла за счет высокоэффективной когенерации. Продвижение экологически чистой энергии и доступного развития в соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой на саммите Организации ООН в сентябре 2015 года. Ситуация показывает, что Молдова, будучи полностью энергозависимой от третьих лиц, не имея собственного производства электроэнергии, ставит под угрозу независимость и государственность страны. Энергосектор имеет жизненно важное значение для экономики Молдовы и социальной жизни ее граждан, а в условиях этого кризиса он также является политинструментом, подчеркнула Дурлештяну. Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что Газпром официально предупредил Молдову о прекращении 20 января поставки газа, если Молдова не оплатит текущую поставку газа. Согласно контракту, Молдова-Газ должен был до 20 января оплатить поставку газа за декабрь. 14 января это обстоятельство было выполнено. За декабрь мы полностью расплатились. Кроме того, до 20 января Молдова-Газ должен выплатить 50% аванса за январь, около 63 миллионов. Важно отметить, что речь идет об авансе за потребление газа в текущем месяце. Из 63 миллионов Молдова-Газ до завтрашнего дня успеет выплатить 38. Неоплаченная разница по прогнозам на завтра составляет 25 миллионов, пояснил министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну. Он отметил, что действующий тариф на газ не покрывает стоимость газа в январе. В результате образовалась дыра в 25 миллионов, а Молдова-Газ не смог найти общий язык с Газпромом для отсрочки оплаты или кредитования компании. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.